На фоне регионов обстановка в украинской столице сегодня кажется вполне себе спокойной, но так ли это на самом деле? Мы сейчас узнаем у нашего специального корреспондента Максима Красоткина. Он выходит на прямую связь с нами из Киева. Максим, добрый вечер. Ну скажите, какова обстановка в Киеве, как Киев реагирует на сегодняшний референдум в Крыму и в Севастополе? Да, здравствуйте, Катя. Ну, как вы можете видеть, сейчас на Майдане, прямо за моей спиной, проходит так называемая Народная Веча. То есть приходят киевляне, приезжие и обсуждают последние новости. В общем, это происходит здесь каждый день, но так как сегодня выходной, народу все-таки пришло немного побольше. Ну, конечно, со сцены здесь сегодня уже, наверное, в сотый раз осудили референдум в Крыму, поругали российских журналистов. И по традиции спели гимн Украины. Ну, впрочем, вот надо сказать, что Крым сейчас у этой страны не главная, лишь одна из проблем. Ведь сейчас бывшая Советская Республика активно ищет деньги, чтобы провести новые реформы, которые задумали новые власти Украины. Ну, а также, в первую очередь, конечно, им нужно расплатиться по долгам. Но, судя по всему, судя по тому, что на Майдане круглосуточно есть электричество, работают кухни, подвозят дрова. Все-таки деньги сюда поступают более исправно, чем в бюджет государства. Екатерина. Да, Максим, ну, спасибо. Я, в общем-то, поняла. Никаких официальных заявлений, судя по вашим словам, сегодня представители украинской власти в Киеве пока еще не делали. Собственно говоря, основная проблема, с которой они пытаются разобраться, это проблема нехватки денег и проблема экономических реформ. Ну, продолжайте следить за тем, что происходит в Киеве. Мы с вами еще выйдем на связь. Спасибо. Я напоминаю, что из украинской столицы за событиями следит наш специальный корреспондент Максим Красоткин. Продолжение следует...